Трудные звуки с неба раздаются по всей земле, причем в последнее время их фиксируют все чаще и чаще. Теперь они напугали жителей Словакии, которые 24 сентября нынешнего года были неприятно удивлены этим небесным явлением. Странные звуки напугали местных жителей Словакии 24 сентября 2017 года. Один из свидетелей этих страшных голосов, как предвестник чего-то нехорошего, даже записал видеоролик, на котором можно наблюдать небо и слушать эти загадочные шумы, дущие сверху. Достоверно же никто не знает до сих пор, кто или что издает эти трубные звуки, хотя ученые выдвигают различные теории. Например, Жан-Пьер Санкмариус, профессор Канадского университета, большой знаток физических явлений, доказывает, что так проявляет себя шум, идущий от полярных сияний. Конечно, можно предположить, что недавние солнечные вспышки каким-то образом и до Словакии распространили проявления полярных возмущений на огромную территорию. Но в этом случае возникает другой вопрос, почему загадочные звуки только над Словакией? Да и во всех других случаях трубные голоса были очень локальными. А геофизик Дэвид Дэминг университета Оклахома считает, что подобные гудения могут создавать телефонные передачи, либо воздушные суда. Не случайно такой шум слышат очень многие люди по всей планете, практически каждый десятый. Однако на самом деле трубные звуки не столь чистые, как предполагает данный ученый, а иначе о них давно бы уже никто нигде и не писал и не спорил. Мы же не удивляемся молниям и раскатам грома. А вот у сотрудников НАСА своя теория на этот счет. Это атмосферные помехи, так называемые атмосферики, которые в отдельных местах вдруг прорываются, слышим и нашими ушами диапазон. А вот если бы у людей вместо слухового аппарата были антенны, пишут работники НАСА, то подобная симфония звуков нами бы улавливалась постоянно. Очень туманное, ничего не объясняющее утверждение. Отчего эти атмосферики вдруг начинают буквально трубить, да так, что люди пугаются. И почему опять-таки столь локально? Например, куда более разумным кажется утверждение российского ученого Андрея Тюнева, академика и автора книги «Метафизика климата Земли», в которой он пишет, что трубные звуки с неба можно объяснить тем, что в настоящее время идет переполюсовка на Земле, которая полностью закончится в ноябре следующего года. И тогда этот интересный небесный феномен, прокатившийся по всей планете, прекратится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Звуки, хотя ученые выдвигают различные теории. Например, Жан-Пьер Санкмариус, профессор Канадского университета, большой знаток физических явлений, доказывает, что так проявляет себя шум, идущий от полярных сияний. Конечно, можно предположить, что недавние солнечные вспышки каким-то образом и до Словакии распространили проявление полярных возмущений на огромную территорию, но в этом случае возникает другой вопрос, почему загадочные звуки только над Словакией? Да и во всех других случаях трубные голоса были очень локальными. А геофизик Дэвид Дэминг университета Оклахома считает, что подобные гудения могут создавать телефонные передачи, либо воздушные суда. Не случайно такой шум слышат очень многие люди по всей планете, практически каждый десятый. Однако на самом деле трубные звуки не столь чистые, как предполагает данный ученый, а иначе о них давно бы уже никто нигде и не писал и не спорил. Мы же не удивляемся молниям и раскатам грома. А вот у сотрудников... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Трудные звуки с неба раздаются по всей земле, причем в последнее время их фиксируют все чаще и чаще. Теперь они напугали жителей Словакии, которые 24 сентября нынешнего года были неприятно удивлены этим небесным явлением. Странные звуки напугали местных жителей Словакии 24 сентября 2017 года. Один из свидетелей этих страшных голосов, как предвестник чего-то нехорошего, даже записал видеоролик, на котором можно наблюдать небо и слушать эти загадочные шумы, дающие сверху. Достоверно же никто не знает до сих пор, кто или что издает эти трубные звуки. Наса своя теория на этот счет. Это атмосферные помехи, так называемые атмосферики, которые в отдельных местах вдруг прорываются, слышим и нашими ушами диапазон. А вот если бы у людей вместо слухового аппарата были антенны, пишут работники НАСА, то подобная симфония звуков нами бы улавливалась постоянно. Очень туманное, ничего не объясняющее утверждение, отчего эти атмосферики вдруг начинают буквально трубить, да так, что люди пугаются, и почему опять-таки столь локально? Например, куда более разумным кажется утверждение российского ученого Андрея Тюнева, академика и автора книги «Метафизика климата Земли», в которой он пишет, что трубные звуки с неба можно объяснить тем, что в настоящее время идет переполюсовка на Земле, которая полностью закончится в ноябре следующего года. И тогда этот интересный небесный феномен, прокатившийся по всей планете, прекратится.